Очень несвежая Захарова начудила в прямом эфире. Да, здравствуйте, с приветом из Лаоса. Ого, ну тогда и Лаосу ответный привет от нас. Обязательно. Зет-патриоты шокировали россиян этой информацией. Я скажу, что украинцы более ответственно подходят к вопросу расходования живой силы. Да, очень серьезный положительный момент для ВСУ имело внедрение стандартов управления НАТО. А депутат Госдумы уже открыто призывает к наступлению на Европу. Это 100% выход на западные границы Украины. А ведь там же еще должна быть серая зона. То есть НАТО должно само откатиться, но если оно само не захочет откатываться, значит, серую зону мы должны что сделать? Обеспечить. Но вы не перепутайте, все стабильно. Все по плану, товарищи. На фоне того, как Кремль планомерно уничтожает россиян на преступной войне в Украине, у Путина как никогда остро стоит вопрос новой волны мобилизации в стране. Диктатор пока не решается пойти на такой шаг, поскольку боится колебаний в российском обществе. Однако этот страх похоже, что неизвестен мэру города Канск Витман Ольге Викторовне. Эта барышня, наверное, решила перевыполнить мобилизационный план в своем регионе. Поэтому вышла на улицу и сама начала агитировать жителей заключать контракты с путинской армией. Ну вот я вышла на улицу. Здесь у нас центральная... Сейчас подожди, Юр! Я окружочек записываю. Здесь у нас вот сбоку вход. И у нас гости из Красноярска. Вот такой объект. Такая крутая-крутая палатка. Здесь вы можете получить хорошую консультацию по службе на СВО. Поэтому приглашаю всех. Это интересно. Это познавательно. Это про... Про то даже, чтобы научиться, например, плести сети. Я только что это попробовала. Поэтому приходите обязательно. Это мероприятие, огромное мероприятие. Оно для вас. Все для вас, родненькие. Приходите. Будет интересно. Обещали они. Только вот солдаты путинского войска, которые повелись на подобную радостную агитацию и потом бежали с поля боя, рассказали совершенно другую историю. Мы оставили позиции. У нас упала последняя капля терпения, так сказать. От их беспределов, беспредельных приказов. Несу разных приказов, которые гонят вас абсолютно на сноубой. Двоих наших товарищей недавно. За то, что они отказались выполнять задачу, продвигаться вперед. По минному полю, как это оказалось позже. Этот же Прокоп закидал их сбросами. Пацаны за двухсотель, скажешь. Последняя наша капля стала то, что наш командир роты вышел с нами на связь в неадекватном состоянии. То ли он пьяный, то ли еще что-то такое с ним было. Ну и с ним был командир батальона Глыба. Ну и начали отдавать нам приказы продвигаться дальше вперед. Там смысла не было продвигаться дальше вперед. Потому что, ну, это билет в одну сторону. Да, и мы решили откатиться, ну, так сказать, отступить. Да, сложили оружие, нашли гражданку. Да, мы не сыкуны, не дезертиры. Просто мы не можем больше выполнять такие, ну, команды. И под таким руководством мы не можем дальше продвигаться. Это интересно. Это познавательно. Поэтому приходите обязательно. Это мероприятие, огромное мероприятие. Оно для вас. То, что режим у Путина все равно на своих граждан, это ни для кого не секрет. Вот только сейчас эту горькую правду начали понимать и патриоты. Они с грустью признали, что Украина, в отличие от России, ценит жизни своих солдат. А не отправляет их на убой так, как это делает Путин. Есть части, где просто, скажем так, очень большие потери. И, ну, фактически, это, во-первых, идет к серьезному разложению частей. И второй вопрос. Ну, фактически, это прямая предпосылка к тому, что люди будут брать законность в свои руки, так сказать. Сами себя решать. И эта ситуация, она, на самом деле, она чревата, что называется, лесным пожаром. Уровень восприятия ситуации наверху, к сожалению, абсолютно не отвечает реалиям. Во-первых, с точки зрения той же самой ситуации в воздухе, беспилотников. Второй вопрос. Это острейший ресурс. Это отношение к людям. Людей, которые лично Владимира Владимировича знали, он очень сильно не любит, когда его обманывают. Другой вопрос, что когда уже сама система превратилась фактически в системный обман, сам обман, вот тут уже все гораздо сложнее получается. Есть люди, которые говорят, что он еще больше не любит плохие новости. Я скажу, что украинцы более ответственно подходят к вопросу расходования живой силы. Да. Я скажу так. К сожалению, мне это рассказывал человек, который непосредственно разведкой занимается. Предлагаю следующую передачу прям посвятить. Очень интересно. Я здесь скажу пару слов по этому поводу. Буквально пару, потому что у нас не было. Я более подробно скажу по реформе и по... Хорошо. Так вот, очень серьезный положительный момент для ВСУ имело внедрение стандартов управления НАТО. И в том числе пресечение и хамства старших начальников в отношении младших, это очень жестко пресекалось у них, именно достаточно высокую эффективность внедрения в ВСУ западных стандартов управления. Но путинской пропаганде на федеральных каналах на это тоже плевать. Они предпочитают умалчивать очевидные проблемы в российской армии и продолжать врать про ситуацию на фронте в Украине. Гаврики рассказывают своему народу про то, что для России создается все больше угроз в мире. И что каждому россиянину нужно быть готовым идти демилитаризировать НАТО в Европе. И все-таки что такое победа? Для нас. Для меня, как для военного. Несомненно, демилитаризация, демилитаризация. Только это когда война начиналась, ну или СВО. А сейчас уже практически для нас это Великая Отечественная война. Это освобождение наших исконных российских территорий. Это освобождение наших исконно российских городов. Это выполнение тех задач, которые поставил президент в декабре 21-го года. А теперь как это сделать? Ну это 100% выход на западные границы Украины. А ведь там же еще должна быть серая зона. Вот так-то. То есть НАТО должно само откатиться. Но если оно само не захочет откатываться. Вот давайте на вещи смотреть реально, как есть на самом деле. Значит, серую зону мы должны что сделать? Обеспечить. Но ведь проблемы-то шире. Карту Советского Союза все помните? Вот так вот, на вскидку. Голу наверх поднимаешь, границы по Арктике все помним, как была. До Северного полюса шла. И так же вниз. А сегодня? Это вторая серьезнейшая проблема, которая на сегодня существует. Границу той России, которая называлась Советским Союзом в Арктике, надо восстановить. Вот эта победа, она должна быть везде. Чем она должна обеспечиться и как? Понятно, наступлением наших войск и то, что я говорил про европейскому континенту. Однако официальный Кремль, похоже, вообще не в теме того, что происходит. У них свои заботы. Путин, например, ищет, кому бы еще напарить свою нефть, которую все больше стран перестают покупать. А вот Маша Захарова, сидя в Лаосе, решила по старой доброй традиции принять на грудь и присоединиться в эфир на федеральный канал, чтобы там поразмышлять про традиционные ценности. С нами сейчас на прямую связь выходит официальный представитель МИД России Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте, большое спасибо, что вы с нами. Да, здравствуйте, с приветом из Лаоса. Ого, ну тогда и Лаосу ответный привет от нас. Обязательно. Спасибо. Мария Владимировна, вот я не хочу там морализаторством заниматься, но невозможно не заметить удивительную регулярность, так сказать, сплытия подобных продуктов жизнедеятельности американской, так сказать, империи. В США разруливают международные дела, много говорят о демократии, об ответственности и так далее. А то, что происходит у них самих, вот я не знаю, они то ли не замечают, то ли, наоборот, замечают. Вот как вы оцениваете, есть в этом какой-то парадокс? Нет, никакого парадокса в этом нет, это их суть. Это то, что мы ранее называли двойным стандартом, это то, что многие называют гегемонизмом, то, что другие называют либеральным диктатом. Это абсолютно закономерное, логичное развитие событий. Вот посмотрите. Собственно говоря, это удивительно для нас, но для людей, которые вовлечены или, так сказать, внутриамериканские события или непосредственно являются их участниками, это уже не является чем-то удивительным. Они говорили о том, что они прогрессивные, это новая этика, это новая нормальность, а вы говорили им всему миру, нетолерантные. Вы понимаете? Понимаем, да. Поэтому здесь противоречий нету, это их естество, которое они пытаются насадить всему миру. А мир, мировое большинство, которое выступает за традиционные ценности, вот именно этому и пытаются сопротивляться. Да, Манька, не бережешь ты себя, перерабатываешь. Ну, а я перерабатывать не буду, так что на этом буду прощаться с вами. Спасибо вам за просмотр, друзья. Услышимся в следующих выпусках. Услышимся в следующих выпусках. Услышимся в следующих выпусках.